Приветствую всех любителей компьютерных игр. Сегодня буду рассказывать вам о довольно не новых, но популярных стратегиях для ПК. А теперь приготовьтесь к настоящему увлекательному путешествию в мир виртуальных баталий. Сидмейер Сивилизацион 6. Это очередное продолжение популярной пошаговой стратегической игры, и вам снова предстоит пройти путь от палки до полета в космос. Выберите цивилизацию, которую вы будете представлять, и приступайте к созданию следующей сюжетной линии. Стройте города, изучайте местность вокруг себя, чтобы найти ресурсы и продвинуть свои научные знания. Расширяйте границы городов и вводите новых жителей. Модернизируйте свой базовый лагерь, инвестируйте в исследования и продвигайтесь на новый технологический уровень. Возможно, вам также придется иметь дело с кочевыми племенами, которые живут рядом с вами, а также с другими народами. Вы сможете определить свою собственную мировую политику, будь то мирные переговоры, вооруженный нейтралитет или тотальная борьба. Война может быстро поглотить бедные страны, и этим стоит воспользоваться, если ваши ресурсы позволяют вести длительную осаду. Освойте самые передовые технологии исследования, отправьтесь в космос и начните новую кампанию по колонизации далекой планеты. Total War Warhammer 2 Это вторая часть известной и популярной игры Total War. Здесь вы погрузитесь в фантастическую атмосферу открытого мира. Стоит отметить, что все действия будут происходить в режиме реального времени. Весь этот мир будет полон магических и невидимых существ, которые обладают своими уникальными способностями и улучшенными боевыми возможностями. Все они прекрасно подходят для того, чтобы помочь вам в любой схватке с очередным врагом. У вас есть возможность создать собственного персонажа и выбрать для него подходящую расу. И конечно, каждый из них обладает уникальными характеристиками. Они будут помогать вам не только в бою, а это значит, нам нужно подумать, кого выбрать. Вы должны быть готовы ко всему и сделать все, что в ваших силах, чтобы привести выбранного вами персонажа к безоговорочной победе и стать лучшим завоевателем, способным принести в мир добро и справедливость. Помимо постоянной борьбы, вам также придется развивать свои дипломатические способности и умение заключать перемирие. XCOM 2 – это короткое продолжение тактической и стратегической игры, первая часть которой вышла в далеком 2012 году и собрала огромное количество поклонников по всему миру. Событие будет происходить через 20 лет после первой части истории, где мировые лидеры подписали соглашение о безоговорочной капитуляции. Инопланетные захватчики пришли править всем миром и взяли под полный контроль все аспекты деятельности, а также жизни людей. Теперь огромная и некогда могучная организация под названием XCOM полностью закрыта. Пришельцы начали строить многоцелевые города, обещая всем людям светлое будущее. Но обещания не были исполнены, потому что все, что было сделано – это уничтожение человечества. Об этом знают только те, кто принадлежит к организации XCOM, поэтому они решают действовать немедленно, чтобы уничтожить всех пришельцев любыми возможными способами. Crusaders Kings 3 – это стратегическая игра, которая поможет игрокам создать свои собственные королевства и династии. Для того, чтобы главный герой приобрел большое влияние, ему придется жениться, вести переговоры и, конечно же, вступать в войну. На самом деле, действие будет происходить по всему миру, начиная с Испании и заканчивая Индией. Вся эта граница должна быть завоевана, однако контроль над всем – это сложная задача, с которой придется столкнуться игрокам. Вам придется использовать все хитроумные средства, чтобы захватить власть. Необходимо использовать любые методы, чтобы помочь королю сохранить власть и передать ее своим детям. Главная особенность этой игры состоит в том, что геймер должен построить не только собственную империю, но и собственную династию. Он должен занять трон через несколько столетий. Причем можно создавать своих собственных предков, выбирая не только их внешность, но и образ жизни, чтобы получить достойное продолжение королевского рода. Вы даже можете использовать уловки для захвата власти у других государств. История творится в реальном времени. Игроки видят последствия своих действий, как негативные, так и позитивные, каждую секунду, что помогает им в дальнейшем действовать правильно. Вы можете распространять слухи о чем угодно и раздражать продавцов, торговцев и других людей, которые вам не нравятся. Также можно жениться на богатых дамах и принести их богатство в свои владения. Company of Heroes 2 не новая часть попутного представителя жанра стратегии, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Здесь разработчики постарались придать всему игровому процессу максимальной реалистичности, чтобы игрок смог полностью погрузиться во всю атмосферу происходящего. Здесь у тебя будет масса стратегических возможностей, что позволит составить собственный боевой план действий, который будет выигрышным еще до начала сражения. Здесь тебе предстоит отправиться в самый центр жутких событий, которые происходили в военное время, где ты будешь сражаться до последнего за победу своей стороны сопротивления. Теперь огонь и взрывы способны растопить даже самую толстую глыбу льда, а люди, которые будут попадать на открытую местность, моментально замерзнут и умрут. А здесь тебе предстоит возглавить самые масштабные сражения с противниками, которые готовы на все ради победы. А ты в свою очередь должен сделать все возможное, чтобы стать победителем в том или ином сопротивлении. Age of Empires 2 Definitive Edition Динамичная стратегическая игра с незаурядной сюжетной линией и неожиданными поворотными событиями. Игровой процесс максимально интересный и увлекательный, наделен разными заданиями, сложными испытаниями, ловушками, логическими задачами и коварными противниками, одолеть которых не так уж и просто. Из изменений первым делом стоит отметить визуальную проработку, которая стала максимально реалистичной и поддерживает формат 4К, что позволит тебе стать полноценной частью мира игры. Добавили разработчики и многопользовательский режим, позволяющий здорово провести время как в компании друзей, так и с игроками по всему миру. За счет хорошей графики ты очутишься в красочном, реалистичном мире, полном неожиданностей и секретов. Действие происходит в режиме реального времени. Ты будешь развивать свою армию, делая ее самой могучной и непобедимой. Возможностей по достижению поставленной цели будет масса, но тебе необходимо правильно их применить, чтобы не допустить ошибок. Отправляйся в роли отважного героя в мир, который нуждается в твоем спасении, а затем сделай все возможное для его процветания. Stellaris Galaxy Edition – это масштабная игра в жанре стратегии, где все события будут происходить в режиме реального времени. Изначально тебе предстоит отправиться в далекое путешествие на исследование огромного и бескрайнего космического пространства. Ты будешь заниматься колонизацией новых найденных систем, которые пригодны для жизнедеятельности и наполнены полезными ресурсами. Но произойдет ряд довольно неутешительных событий, вследствие которых развяжется жестокая война между тобой и твоими соперниками, где ты будешь сражаться за право обладания титула правителя всей вселенной. Перед тобой откроются сотни тысяч различных планет, которые имеют свойство генерироваться случайным образом. Но будь очень внимательным, ведь не все системы полезны и дружелюбны. Здесь нужно быть максимально быстрым, чтобы определить врага и успеть колонизировать самые полезные из планет. Hearth of Iron 4 Занимательная игра на тему Второй мировой войны, которая исполнена в жанре стратегии с режимом реального времени. Здесь тебе предстоит попасть в гучу событий самой глобальной и сокрушительной войны в истории, где под твое руководство попадает все, даже самые мельчайшие аспекты, включая правильную постановку дипломатии. Перед тобой есть выбор определенной страны, за которую ты будешь сражаться, отстаивая ее интересы до самого конца. Нужно сделать все, чтобы та сторона, которую ты предпочел занять, во что бы ты ни стал, одержала победу. Ты возьмешь под свой контроль не только бои, но и разработку мощного оружия, а также производственно-технические средства. Необходимо оптимизировать работу всей страны, создать все условия для победы и обеспечить жителей необходимым пропитанием и лекарствами. Into the Bridge Игровой проект в жанре стратегии, где ты отправишься в фантастический мир и узнаешь удивительную историю главных героев. Все дело в том, что в мире, куда ты попадаешь, существуют отважные представители человеческого рода, которые до недавнего времени сражались в беспощадных боях за родную планету, чтобы освободить ее от нашествия со стороны инопланетян. Ты попадаешь в игру, акцент которой сделан именно на продвижении научной фантастики, где ты будешь обучаться стрельбе из нового орудия, так, чтобы прибить всех своих соперников на повал. По ходу действия ты будешь постепенно находить на территории карты некие пасхальные яйца, каждый из которых является отсылкой к многочисленным популярным на весь мир фильмам. Графика в игре исполнена в духе старой школы, где все, вплоть до героев, состоит из одних только пикселей. Главное оружие в руках у людей будет непростое, и вы будете его применять против боевых вражеских роботов, способных на многое ради победы. Более того, разработчики позаботились о добавлении режима кооператива, где ты сможешь сыграть с друзьями или людьми по всему миру. Вархаммер 40 тысяч Dav of War 3 Новая усовершенствованная стратегия представителей серии игр в стиле экшена, где ты отправишься в феерическое путешествие и разгадаешь тысячи, покрытых мрачной пеленой тайн. Здесь тебе предстоит занять сторону одной из трех вождущих фракций, а затем привести ее к победе любыми доступными способами. Здесь тебе предстоит взять под свое командование огромное войско, состоящее из самых могущественных бойцов, которые готовы на все ради того, чтобы сразить на повал всех сторонников вражеской силы и в конечном итоге одержать победу. Кроме того, ты будешь посылать на поле боя самые мощные элитные подразделения, каждый член которого имеет уникальные способности и навыки ведения боя. Старайся как можно тщательнее обдумывать тактику своих действий, чтобы быть в выигрышном положении тогда, когда бой еще даже не начался. У твоих бойцов будут иметься сверхспособности, которые они смогут применять по отношению к своим врагам, сокрушая их на повал в два счета. А вот и подошел к концу топ-10 лучших стратегий для ПК, в которые играл, наверное, каждый стратег. Поделитесь в комментарии своими любимыми играми и не забудьте подписаться на канал для того, чтобы быть в курсе, что там надо как. До новых встреч и всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова